Мы сейчас все оказались в положении человека, к которому пришел бандит и говорит, я хочу жить в твоем доме, ты не бойся, я тебе вот там не хуже построю, даже перевезу сам. То есть нужно бороться глобально с этими проблемами, с переездом судей к нам. Мы уже столько потеряли на этом переезде, они будут заседать в нашей бирже, в которой был военно-морской млей, экспонаты которого сейчас гниют в крюковых казармах. Они будут жить на набережной Европы, там, где мог бы быть центральный городской парк. Теперь они решили, что они будут лечиться в нашей больнице. Понимаете, мы не застрахованы от того, что в следующий раз они захотят в этом городе еще что-нибудь. И мы вынуждены будем так же уступить, как уступили им биржу, набережную Европу. Если мы сейчас не отстоим вот эту больницу, мы не остановим этот процесс. И давайте действительно бороться за то, чтобы остановить сам вот этот вот порочный проект перевода судов в наш город. Москва избавляется от пробок, как они пишут, и поэтому все перевозят к нам сюда. В результате у нас центр превратился в какой-то заповедник. Они хотят занять под себя все острова, огородиться мостами, поставить там на входе, я не знаю, милицию, и построить себе маленькое царство Божье вот в этом вот кусочке, не обращая внимания на том, как живет остальной город. Спасибо. Еще раз приглашаю, простые граждане, высказать свое мнение. Здравствуйте, я представитель правкома больницы, заведующего аркадотдела. Я проработала в этой больнице около 30 лет. Я не хочу сейчас говорить о пациентах, не потому что меня не интересует их судьба, хочу сказать немножечко о коллективе. Когда выступала у нас в Казанске, она сказала, что вот собираясь здесь, и так вот сейчас, когда мы пишем эти письма, мы думаем каждому о своем личном интересе. Поверьте, нет. Судьба каждого пациента для нас, медиков, которые отдали фактически всю свою сознательную жизнь, абсолютно мы к этому неравнодушны. Но я хочу сказать о уникальном коллективе этой больницы, которая смогла сохранить его, костяк эту больницу, когда ее пытались вообще разломать всю. И сейчас, когда создался такой конгломерат, такое количество отделений вспомогательных служб, которые создали нашему коллективу такой имидж в городе, когда пациенты стремятся к нам. Мы рентабельная больница. И этот уникальный коллектив, в случае того, если будет проведена ликвидация больницы, он распадется. Казанская обещала, что на каждое отделение переведет какое-то другое медицинское учреждение города. Поверьте, нас нигде не ждут. Даже таких уникальных специалистов никто нигде не примет. Мы создадим конкуренцию тем специалистам, куда, допустим, предложат нашим отделениям перейти. И сейчас, делая предложение нашим уже коллективам, им предлагают жуткие условия, где должны разместиться лаборатории, отделение переливания крови. Мы потеряем уникальный коллектив. Значит, наши пациенты не смогут получить уже такую помощь, какую они сейчас и получают. И три года многие просто не доживут этой реорганизации. Нам обещают, что все это вернется, и она будет работать частично и на ОМС. Нет, пациенты этого не дожду. Поэтому мы еще раз обращаем внимание, сохранить больницу в том составе и в том штатном расписании, какая она сейчас есть. Только в таком состоянии мы сможем оказывать полноценную помощь нашим пациентам. И, безусловно, хочется сохранить костяк больницы. Потому что все те, кто ее создали, они останутся за бортом. Да. Да. Можно, пожалуйста, я хочу отдать должное гражданскому мужеству председателя правкома больницы в СССР. Давайте еще раз поаплодируем. Покажи профессиональные слова. Я уже читал, что переезды, реорганизации, отделения, это все равно, что руку ампутировать и сказать, что маникюр будет сохранен после этого. Правильно? Только вот та позиция, против которой вы тут начали выступать, только так, чтобы никаких переездов в том составе, как есть. Вот это наши будут условия общественности. Если вы нам профессионально будете помогать, я думаю, мы вместе победим. У нас подготовлены письма и наш территориальный комитет профсоюза работников здравоохранения и председатель независимых профсоюзов России Шмакова с подписями наших сотрудников о сохранении кадрового потенциала больницы. Письмо Михаила Михайловича Кузьменко, председатель ЦК профсоюзов работников здравоохранения России. И мы ждем эту поддержку. Мы ждем на следующей неделе от них поддержки. И вся Россия с нами. Нам уже присылают письма о том, что готовы и уже сейчас более 46 подписей на сайтах собрано в плане поддержки нашей больницы. Поэтому призываем всех, пожалуйста, голосуйте на сайте, проявляйте свое мнение о коллективе нашей больницы и о сохранении его в этом составе, чтобы нам могли дальше лечить пациента. Если мы вот здесь этим сходом скажем, что мы просим прислушаться к вашему голосу, чтобы власть услышала именно профессионалов, чтобы вас пригласили к губернатору, к Путину, куда надо. Именно профессионалов, а не политические силы. Чтобы вы объяснили и к вашему мнению прислушались. Мы попробовали изучить действительно комплексы другого, такого не создать. Шесть лет нужно для создания такой структуры, чтобы менеджеры занялись проработкой других вариантов, а 31-ю больницу не трогали. А все остальное, это, конечно, давайте отнесем к другой стороне. Вот проголосовать здесь на сходе о том, что мы просим прислушаться к голосу профессионалов, что мы поддерживаем именно их первую очередь. Мы просим прислушаться к голосу каждого, не профессионалов. Давайте проголосуем здесь, чтобы вот не пресса, посмотрите, люди за это, чтобы профессионалов этой больницы именно их, мы уполномачиваем, выразить мнение вот здесь собравшихся. Голосуем двумя раками. Да, да. Кто за это? Будьте любезны. Если зафиксируйте прогрессу, вот вас и импульс, просим отстоять эту проработку. А депутаты могут к ним присоединиться, всех только. Ну, потому что не нужно политизировать этот вопрос. Он политически лопалит. Политически не так не сплетит. Я думаю, что все вначале, все били в одну точку, и депутаты, и гражданские активисты. И разделять нас, профессионалов, непрофессионалов, это неверная позиция, только объединение. То, конечно, в профессиональных вопросах, что происходит, что происходит. Чего предоставляется родителям? Каждого налогоплательщика, нас с вами, депутаты пусть делают свои очки, зарабатывают. Мы, как обыкновенные налогоплательщики, должны спросить. У нас в отражении Милонов говорит о том, что вы против создания больницы? Нет, мы не против создания больницы за счет республиканского бюджета для судей. Но мы против разорения данной больницы, которая построена за наши налоги, и лечит наших детей, и наши семьи. И не нужно манипулировать этими очками депутатов. Нужно просто отстоять больницу, и если есть средства у федерального бюджета, строить в другом месте. У меня маленькое объявление. Представитель Турцамольской правды, если здесь есть, подойдите, пожалуйста. Сейчас я хочу предоставить слово отцу ребенка, который здесь лечится, еще раз. Кузьмину Александрову. И, пожалуйста, кто желает выставить, поднимайтесь на нашу. Спасибо. Но я не один, не единственный родитель. У меня он тут как бы... У меня тоже ребенок лечится в этой больнице. И мы, во-первых, как бы для начала хотели сказать спасибо, что вы делаете то, что вы делаете. Потому что то, что вы делаете сейчас, вы даете надежду нашим детям на спасение. Погромче, извините, как получается. Дети у нас маленькие, с тяжелыми, злокачественными опухолями. И шансов у нас, в принципе, не будет, если будет затеять какой-то переезд. Особенно с той поспешностью, с которой это все началось в ближайшие, в последние дни. Единственное, о чем мы очень-очень боимся и просим, чтобы не потеряли коллектив наших врачей, не разогнали людей, которые, собственно, держат наших детей вот заходчики пальцев за ноготочки. Вот, вытаскиваюсь периодически, уже я не знаю, с того света. И хотелось бы еще добавить, только в этой больнице есть то оборудование, где могут вылечить наших детей. Которое недраспортабельное. Которое оборудование не подлежит демонтажу, оно устанавливается только один раз. И вот, допустим, как вот у меня ребенок лечится, моего ребенка смогли принять только в эту клинику, потому что нигде больше нет такого оборудования, чтобы вылечить эту страшную болезнь. И если ее закроют, останется один единственный шанс. Либо ехать за границу, но это беснословные деньги, это очень дорого все стоит. Либо вставать на очередь в Москву. В Питере больше другой больницы такой нету, где могут нам помочь. А здесь нам помогают по простым полюсам УМС городским. То есть мы ничего не платим, а получаем лечение на уровне европейском. То есть наши все врачи, они отучились в Европе, они проводят лечение по европейским протоколам. Поэтому те результаты, которые они нам дают, они дают нам надежду, они дают надежду на наших детей. Благотворители вам помогают. Да, мы тоже им очень благодарны, нашим благотворителям. И естественно это оплачивается. Это откуда-то оплачивается. Мы хотим сказать, что мы в этой больнице сами ничего не платим. Мы лечимся здесь бесплатно. А львиную часть оплачивают это благотворители также из-за рубежа, и они закупают оборудование. Ну это тоже, это больше нужно узнавать у администрации больницы, откуда идут деньги. Мы хотим сказать, что для наших детей эта больница, это единственная надежда и спасение. Шанс на выживание. Да, которого нас сейчас в последнее время пытаются лишить. Не факт, что они выживут. Не факт. Но если они не выживут здесь, они не выживут нигде. Но это шанс. Это шанс. Понимаете? Не доивили у них. Я не понимаю. И это шанс у нас хотят отобрать. А потом, какой здесь богатый, это вам кровь. Где такую кровь можно брать? Только здесь. Но вы не выживаете? Я думаю, что мы уже знакомы с этой ситуацией. Мы собрались именно для того, чтобы ваши дети жили. Да, спасибо. И взрослые тоже, которые лежат в этой больнице. Да, и взрослые тоже в этой больнице лежат. Тоже со страницами лежат. Подержите, пожалуйста. Подержите, пожалуйста. Подержите всем. Я хочу сказать... Мы уже собрали подписи не только детского отделения, но и взрослого отделения. Огромное количество подписей с отделением трепутации костного мозга. Отделение гемодиализа. Мы боремся, мы не молчим. Спасибо всем. Я не буду вспоминать о среде ребенка. Здесь еще до жизни ребенка. И стоит вопрос о цене вот этого переезда снова. Пожалуйста, сами представьтесь. Мне тоже очень тяжело говорить. Я гражданка России. Маленькая пара уже. И в три дня надо... Продолжение следует... Продолжение следует...